Ну что, всем здорово, мои товарищи! О боже, неужели это очередной подкастик? Но это не в честь четырех сотен подписчиков. Короче, мои друзья, хочу поиграть с вами в один небольшой интерактив. Дело в том, что мне тут пришел небольшой подгон, посылочка от друга, и в ней вентилятор для моего компьютера. Короче, он с подсветкой, но никто не знает, какого цвета эта подсветка, даже сам отправитель. Если точнее, то у него их было несколько всяких разных цветов, и он мне прислал один рандомный. И так вот, я не знаю, зачем я это делаю, но я хочу предложить вам угадать, что это за цвет. А кажется, у этого вентилятора. Пишите ваши версии в комментарии, ну и, короче, угадавшие попадут в какой-нибудь мой следующий видос. Не знаю, зачем это нужно, но люди же любят попадать в видосы правильно. Так что давайте. Актив, короче. А еще в этой посылке мне пришел вот такой вот железный коврик. Железный Соник! Уникальный став, между прочим. И теперь он будет висеть у меня на компьютере, да. И да, а еще я наконец-то купила GTA 5. Не знаю, делать какой-то контент по GTA 5. Просто я там нуба с полнейшей. Ладно, раз на сегодня новости закончились, то давайте я поотвечаю на комментарии под видео, которые набрали больше всего просмотров. Набрали. Да. Увидел дизель, постер и знатно бомбануло. Что сахири не нарисовали? Почему не канон? Ведь снимают же фильмы про покемонов с каноничным дизайном и так далее. Но со временем приходит понимание, что для киноадаптации это концепция туловища, ног, кроссовок и широкая задница подходят больше, нежели мультяшный канон. Привычный Соник на тонких ножках потеряется в экшн-сценах. А его огромные кроссовки и белые перчатки будут смотреться просто нелепо. Дело в том, что Соник, которого изначально создавали для игр, он настолько не подходит для реализма, что это просто будет смотреться нелепо, независимо от того, что они там наделают. И возможно он будет выглядеть так же нелепо, как Дятя Ууди в своем фильме, например. Вот Дятя Ууди это очень мультяшный персонаж, делать с ним фильм в реализме это было странно. Вот и с Соником сейчас то же самое происходит, он просто не подходит для реализма. А вот тот же Пикачу из покемонов, он смотрится нормально, потому что у него изначально дизайн более-менее похожий на дизайн животного реального. А так да, естественно Соник в своем оригинальном виде в фильме тоже смотреться никак не будет. В целом мне кажется все уже привыкли к тому, что такой дизайн у Соника будет и все уже успокоились. Поэтому все хорошо, будь что будет. А почему руки не сделали человеческим цветом, а синим как в Соник Бум? Конечно же для того, чтобы у всех случился БУМ! Кстати этот цвет называется телесный. Фильм изначально она реалистично сделала упор, это фильм и этот дизайн будет только в фильме. Успокойтесь вы со своим каноном, почему вы так не орали, когда в адвенчерах сделали ущербный дизайн? Всем это вкатило в итоге, хотя я и на дух не переношу Саи Са 2. Дайте этому Сонику шанс. Я не такой как все, а всех остальных буду грести под одну гребенку. Кстати, а вы знаете, что человек не имеет права иметь свое личное мнение, которое будет совпадать с мнением большинства? Ведь по-любому такого быть не может. Это по-любому стадное чувство у человека заиграло, поэтому его мнение, оно не считается, если оно совпадает с мнением большинства. Если вдруг твое мнение совпадает с мнением большинства, то это не твое мнение, это стадное мнение, ты просто услышал там кого-то и все такое. По поводу почему вы так не орали, сразу вспомнился вот этот комикс. Поставьте на паузу и прочитайте. Вообще я поняла, что ты обращался ко всем, но комментарий странный все равно. Сумка, ты что хочешь, чтобы он бегал на спичках-ножках? Вы на полном серьезе считаете, что существо, бегающее на сверхзвуковой скорости, будет передвигаться на ногах-спичках? Серьезно? Классное совпадение. Лови подписку, молодец, я не видел таких видео от школьников, детей, подростков и... И у меня вопрос, ты мальчик или девочка? А то голос мальчика, а говоришь, блин, подожди, а говоришь, сказала, а не сказала, а сказала, мне стрёмно, чувак. Ты мальчик или девочка? Я еще не определился. Ты девочка? А я думал, что ты мальчик. Что? Цельку тебе. Камера? А, а я думал, что сова. Ах, ты ж. Ой, я думала, это камера. Парень, молодец, удачи тебе. Да девочка, я девочка, и мне 24 года. Как же тяжело иметь голос, который похож на голос 12-летнего школьника-мальчика. А на этом комментарии закончились у меня, пожалуй, хватит уже на них отвечать. Вы можете под этим видео, короче, задавать какие-нибудь вопросы, на которые я смогу ответить. Будет когда-нибудь еще новый подкастик, и на нем я буду уже отвечать на вопросы. Ну, если кому-то интересно. Всем же нравятся опросники, да? Нет? Ну, ладно. В общем, спасибо, что потерпели этот бесполезный видос. Лайк, подписка, все такое, сами знаете, короче. Не забывайте, что вам еще нужно цвет вентилятора угадать. Пишите в комментарии вашей версии. Я сама не знаю, какого он цвета. Я буду его монтировать только через пару дней, и только тогда я узнаю, какого он цвета. Он. Подсветка. Ага. В общем, всем удачи, пока, и знаете, я скоро стрим сделаю. Да. Пока что думаю, с какой игрой. Я пока что настраиваю БС, это сложно оказалось. Еще раз спасибо, удачи и пока.